Водитель такси уснул за рулем в Могилёве и спровоцировал аварию на пересечении Симонова и Островского. Шофёр проехал на Красный, после оказался на Встречной, где врезался в проезжающий мимо Опель. ДТП произошло на глазах у инспекторов ГАИ, пострадавших нет. Авария с участием трёх машин произошла в Логойском районе. Днём на Видевской трассе Ниссан Кашкай выехал на Встречную. По касательной зацепил грузовик и протаранил Ниссан Мурана, в котором травмой получила женщина-водитель и её сын. Восьмилетнего школьника госпитализировали, а маму после оказания помощи отпустили домой. Схожая авария с участием трёх авто произошла в пригороде Витебска. Рено оказалась на Встречной, где врезалась в Мерседес, а после от удара Рено наскочила на Тойоту и перевернулась. В ДТП пострадали четыре человека, всех их доставили в больницу. В Гомельском районе Volkswagen сбил велосипедиста, пострадавший умер в больнице, а водитель скрылся с места аварии. Во время оперативно-розыскных мероприятий инспекторы нашли разбитую машину, а вскоре и 41-летнего водителя. От мужчины шёл сильный запах спиртного, к тому же у него нет прав на вождение. Смертельная авария случилась и в Светлогорском районе. По всей видимости, водитель «Шкоды» выбрал небезопасную скорость. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ сообщили, что 56-летний погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. А это последствия столкновения с комбайном. В Калинковичском районе на закруглении дороги водитель «Шевроле» выехал на встречную, где в этот момент двигала зерноуборочная машина. Травмированного владельца внедорожника увезла скорая. 23-летний водитель «Фольксвагена» пострадал в лобовой аварии в Верхнедвинском районе. В какой-то момент автомобиль оказался на встречной, где столкнулся с УАЗом. Инцидент случился на дороге Витебск-Полоцк к границе Латвии. Иные обстоятельства ДТП установит ГАИ в результате проверки. Продолжение следует...